Всем здарова бандиты, с вами я Вова и сложилась такая ситуация, что меня поставили на пост администратора S-Level, это Secret Level, кто не знает, это как ютуберская админка, там доступно большинство команд, за исключением некоторых, об этом я расскажу попозже. И перед тем, как меня ставили на админку, главный администратор и заместитель дали мне право выбора, я могу встать на админку независимо от их указаний, независимо от должности своей и делать то, что мне нужно, не отыгрывать норму, не отвлекаться от никакие сторонние дела. Либо же я могу встать на админку и быть подчиненным руководству сервера, то есть отвечать за те или иные жалобы, занять какую-то должность, в моем случае следящий за гетто, отыгрывать норму и быть как все остальные администраторы. Естественно, я выбрал второе, то я буду, как обычный администратор, помогать серверу, отвечать на репорт и так далее. Ну, я так вам просто вас информирую, чтобы вы об этом знали и понимали. Сейчас я следящий за гетто и за мной закреплена тема проверки жалоб на читы, пока что это все, что я могу вам сказать. И спешу вам напомнить о том, что я играю на сервере AdvancedRPGreen и мой промокод LOPESB3OS, вводите его при регистрации на первом левле, вы получите денежный бонус. И не забывайте указывать мой ник при регистрации FEDERICO LOPES, когда вы достигнете четвертого левла, мне придет 50 тысяч, вы можете мне написать вконтакте и я вам верну эти деньги. От себя могу сказать, что я равен перед всеми и когда я администрировал на сильвере, кто это помнит и подтвердят мои слова, то что я не собираюсь делать никому поблажки, не собираюсь никого гасить. Мне в принципе все равно, я ко всем отношусь одинаково и сейчас вы увидите небольшой фронт работы, который я проделал за последние два дня и вы сами убедитесь в том, что я никому никаких поблажек не делал и наказывал всех одинаково. Видел по факту нарушения, по факту выдавал наказание. Поэтому будут и стримы с проверкой жалоб и со слежкой на коптах и будут видео с патрулем, будем вместе с вами ловить нарушителей и наказывать. Поэтому не забудьте поставить лайк под этим видео и кто еще не подписан, подпишитесь на мой канал. А сейчас я хочу вам показать именно тот фронт работы, который я уже успел проделать, поэтому всем приятного просмотра. И первый наш персонаж сегодня это Жарков, Фин Допа. Я решил за ним проследить и посмотреть, как он сделает на ГИБе и знаете, что я увидел? Я увидел, как он отсосал. Следующий наш персонаж это папочка плохой Дак. Наблюдая за ним, можно заметить средний уровень владения фастбагом, а также нарушение правил сервера, а именно сливни теры, за что я и выдал ему варм. Ну и как всегда, наблюдая за одним, разъебывать начал другой, поэтому моментально войдя в слежку за Бутангом Линдбергом, я увидел у него ГМ и он был забанен на 30 дней. Следующий герой нашего ролика это Роман. Увидев его на тере в мясе грувов, я решил за ним проследить и вы не представляете, что он сделал, вы просто посмотрите на это. Он сделал полнейшую хуету и слился, поэтому идем дальше. Следя за баласами, я заметил нарушение от грува, а именно сливни теры, за что я и выдал ему варм. И снова Ромка, Ромка мой друг, заметив за ним провокацию на сливни теры, я не стал варнить, решил еще немного посмотреть и заметил за ним еще одно нарушение, это инта в бою. Но на тот момент я не сразу увидел его айдишник, поэтому я решил зайти в инду посмотреть и пока я стоял, он смотрел на меня и как только побежал к выходу, я выдал ему варм. Перед выдачей следующего наказания предлагаю вам просто насладиться моментом под клевую музыку и посмотреть, как парни зарубились в Джефферсоне. Истерия у мамы твердит, мол, твои сверстники давно семейные, здесь неизлечимый трудоголик-фанатик, если по дню не сделал, хотя бы биток вечеру ломает. Тот, кто меня знает, без сомнения скажет он, то есть я с этим, то есть с рэпом никогда не завяжен. Под гнётом свинцового купола, в центре бесцветного Урбана, дорога, которая выбрана, туда, где встретим последний рассвет. Под гнётом свинцового купола, на улицах Урбана, под песню, что нами придумано, туда, где встретим последний рассвет. Заметили ли вы какое-либо нарушение от кого-то? Я заметил, поэтому выдал Варн Баласу за сбив аптеки. Наблюдая снова за Жирковым, за финдопа, я решил посмотреть, как он реабилитируется с последнего раза, как он сделает на гибэ и трахнет всех в очко, но следя за ним, я ничего особо не увидел, я вновь увидел, как он снова отсосал, поэтому идём дальше. Следя за респой Балас, в надежде поймать какого-нибудь грува, который будет искашить, тут снова произошла небольшая заруба, и у меня, кстати, всё лагало. И я заметил нарушение сразу трёх игроков, это сбив от грува под ником Ok, я заметил сбив от игрока Фуда Яшимота из Балас, и в последующем я заметил также сбив от игрока Джеймс Вебстер, который сейчас находится за респой Балас. И всем троим я выдал Варна, и все были наказаны. Вероятно, дорогие друзья, вы заметили, что преимущественно все нарушения были со стороны банды Балас, и при том, при всём то, что вы сейчас увидели, банды грув обвиняют меня в блате, якобы я плачу Баласов. Ну, это смешно, вы сами всё видели, что я никого не плачу, я увидел нарушение, выдал наказание, следил за Баласом, сливал в нитеры тот же грув, заварнил грува. Я следил за грувом, там, нарушил Балас, заварнил Баласа, поэтому я повторюсь то, что я ко всем отношусь одинаково, не серчайте, и быть хорошим для всех у меня, к сожалению, не получится. На днях я выдал бан своему кенту Миляеву за ГМ, также Фуда Яшимота, которым я выдал Варн за сбив, это был вообще Арти Лопес, поэтому нет никакого повода меня в чём-либо обвинять. Спасибо всем за просмотр, поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео, оставьте своё мнение в комментариях, и до новых встреч, с вами был Володя Лопес, всем пока!